Волость, известную суммую, вносимую в казну, откупалась от наместников и властелей. Правительство давало ей право откупаться вследствие ее просьбы. Если же она не била челом, считала для себя невыгодным новый порядок вещей, то оставалась пристарым. Почему волость не решалась на перемену? На это могли быть разные причины. Мы знаем, как везде при неразвитости гражданских понятий кажется тяжким исполнение общественных обязанностей, как стараются избегать общественных должностей, общественных поручений, как трудно найти людей, которые бы взялись исполнять их и надлежащим образом исполняли. Волость избирала людей, которые не только должны были посвятить свое время управлению и суду, но также обязаны были отвозить откупную сумму в Москву, спешить из далеких мест к сроку, а в противном случае подвергались взысканию. Нет ничего удивительного, если некоторые волости не могли удовлетворить новым требованиям и предпочли оставаться пристарым. В 1577 году мы встречаем пожалование наместничества в кормление. Дана была грамота князю Морткину на город Карачев в кормление, совсем по тому, как было за прежними наместниками. И вы, все люди того города, чтите его и слушайте, а он вас ведает и судит, и ходит у вас во всем по доходному списку, как было при прежних наместниках. Мы видели в Перми наместника в 1581 году, видели, однако, подозрительность, какую обнаружил царь относительно его. Людей избирали бы пермские и усольские люди сами между собою, чтобы им при сборе от тебя убытка не было. Кроме кормления для содержания наместника назначались еще деревни. Пограничных, важных по своему военному положению городах, видим воевод. На 1555 году князь Дмитрий Палицкий в Новгороде называется и воеводой, и наместником. Потом, как видно, в Новгороде был воевода при наместнике и считался выше последнего. Но в наказе архиепископу казанскому Гурию видим, что наместник считался честнее воевод. В 1581 году свиярский воевода Соборов был переведен воеводу уже в Казань, причем послана была к нему такая грамота. «Мы велели быть на нашей службе в Свиярске на твое место воеводе князю Петру Буйносову Ростовскому, а тебе велели быть воеводах в Казани с князем Григорием Булгаковым с товарищи, да с дьяком Михайлою Бетяговским вместе заодно. И ты бы сдал город князю Ростовскому, сдай, переписавший наряд пушки и пищали, в казне зелье и свинец и всякий пушечный запас, наши прежние наказы и пресыльные грамоты и всякие наши дела. «Приехавший в Казань, был бы ты на нашей службе в Остроге по-прежнему, и списки детей боярских своих полчан, которые были прежде у тебя в полку, взял бы у воеводы князя Булгакова, и был бы на нашей службе в Казани, в городе и в Остроге детей боярских своих полчан ведал, и всякими нашими делами промышлял. А с воеводу и князем Булгаковым, товарищи, и с дьяком Бетяговским, был бы без места, а розни у вас не было бы ни в чем». В этом наказе замечательны слова, что воевода соборов должен быть вместе заодно с воеводу и князем Булгаковым и с дьяком Бетяговским, что был без мест с воеводу и князем Булгаковым и дьяком Бетяговским. Мы видели, что значение дьяков при дворе и в областном управлении очень усилилось еще при отце Грозного, и мы видели причины, по которым оно не могло ослабеть при самом Грозном. Курбский говорит, что Иоанн вполне доверял дьякам своим, которых избирал из поповичей или из простого всенародства, и поступал так, ненавидя вельмож своих. Другой отъезжик, Тетерин, писал к Морозову. Есть у великого князя новые доверенные люди, верники, дьяки, которые его половину кормят, а большую себе берут, которых отцы вашим отцам в холопство не годились, а теперь не только землею владеют, но и головами вашими торгуют. Псковский летописец не перестает указывать на важное значение дьяка в городовом управлении. Так, под 1534 годом он говорит, дьяка Калтырю Ракова свел князь Великий на Москву и была псковичам радость, потому что он многие пошлины во Пскове уставил. Об отношении дьяков к воеводам говорится в царской грамоте 1555 года к новгородским дьякам Еремееву и Дубровскому. Велели мы боярам своим и воеводам, князю Петру Михайловичу Щенятьеву и князю Дмитрию Федоровичу Палецкому быть для нашего дела в Великом Новгороде. Но тут же видим, что при всех внутренних распоряжениях царь обращается прямо к дьякам, а при внешних сношениях, например, при допущении дербцких немцев торговать в Новгороде и Пскове, царь обращается к наместнику князю Палецкому и дьякам Еремееву и Дубровскому. К наместнику обращается также в делах судных и при распоряжениях относительно войска. В конце 1555 года, когда наместник новгородский, князь Дмитрий Палецкий отправился в поход против шведов, царское жалование Новгород отказал и людей своих свел. Царь велел дьякам Еремееву и Дубровскому выбрать Теуна и приказать ему судить всякие наместничьи дела, также выбрать недельщиков. Потом царь писал к ним «Теперь мы послали в Великий Новгород Ивана Иваныча Жулебина, велели ему, да вам, дьякам нашим, дела наши земские делать, которые делали прежние наместники. Которых дел Теуном нельзя будет решить, те решайте вы с Иваном. О которых и вам нельзя будет решить, те пересылайте к нам». Жулебин не носил никакого особенного названия. Во всех грамотах царь продолжает по-прежнему обращаться к одним дьякам. А к Жулебину обращается он только раз, когда дело шло о внешних сношениях, именно о пересылке грамоты к шведскому королю. Эта грамота пересылалась от имени новгородского наместника князя Глинского. Но из слов грамоты можно заключить, что Глинский в это время еще не приезжал в Новгород. Встречаются названия городничих, городовых приказчиков и городчиков. В губной грамоте галичанам говорится, что выборные соцкие, пятидесятские, десятские привозили лихих людей к городовым приказчикам и вместе с ними обыскивали их. Из других грамот видно также, что они ведали дела земские, полицейские и финансовые. В городовые приказчики, или, как выражались, на городовой приказ, выбирали всею землей из детей боярских. На содержание их выдавалось по пяти выйти в поместье. После городовых приказчиков упоминаются также решеточные приказчики, выбиравшиеся также из детей боярских и получавшие по пяти обжей в поместье. Мы видели, что еще при великом князе Василии Иоанновиче дьяки в Новгороде велели поставить решетки по всему городу и сторожей у решеток для прекращения грабежей и убийств. Это известие объясняет нам должность решеточных приказчиков. В одной из грамот царя Иоанна к новгородским дьякам читаем. Вы б еще прислали из городчиков или из решеточных приказчиков, которые получше, да подьячих добрых, и велели им по станам припасать корм конский и людской для ратных людей. В Новгороде видим по-прежнему старост по концам и улицам. Когда в 1548 году царь пожаловал, отставил в Новгороде корчмы и питье кабацкое, то давали по концам и по улицам старостам на 30 человек две бочки пива, да шесть ведер меду, да вина горького полтора ведра. В 1555 году царь писал новгородским дьякам. Учинен был в Великом Новгороде в старостах Иван Борзунов. Жалование нашего он получал по 50 рублей на год, да ему же дано поместье для старощенья. Теперь я этого Ивана Борзунова от старощенья велел отставить, и вы б ему в суде у наших наместников и дворецкого быть не велели. Нашего жалования ему не давали, и поместье отписали на меня до тех пор, пока выберем на его место другого старосту. Этот Борзунов был староста большой, обязанностью которого, между прочим, было ездить на посады, вынимать корчемное питье и петухов брать. С ним вместе ездили подьячий, уличный староста и посадские люди. Без счастья большому старости платилось 50 рублей. Относительно городского народонаселения встречаем различия между людьми, имеющими свои дворы, и людьми, которые не имеют своих дворов, живут при своих дворцах и носят названия соседей. Так, например, в поручной записи, данной некоторыми новгородцами по недельщике в 1568 году, говорится В Новгороде встречаем названия гостей веденных. Из Новгорода, равно как из Пскова, продолжали выводить горожан в Москву и другие низовые города. Так, в 1555 году свели в Казань опальных псковичей 10 семейств. В 1569 году взял царю в Москву из Новгорода 150 семей, да из Пскова 500 семей. В 1572 году поехала из Новгорода в Москву из Демщины гостей веденных 40 семейств, да из Опричнины 60 семейств. От 1574 года дошло до нас описание Мурома, которое представляет нам этот город, то есть посад его в незавидном положении. На посаде Муромском находился в это время царский двор, в котором хоромы, горницы, повалуши и сени сгнили и развалились. Жил на нем один дворник. Был еще другой двор царский, полиденный. Ставились на нем подключники и повара царские во время государевых рыбных ловель. На посаде же находился двор зелейный. Купеческие лавки, ряд мясной, ряд рыбный, соляной, калачный. Лавки разделялись на лавки, полки, лубенники, места лавочные. В царском гостином дворе находилось 17 лавок, все пустые. Кроме казенного гостиного двора было два частных. Тяглых черных дворов 111, жителей в них 149 человек, да 107 дворов пустых, да пустых дворовых мест 520. Тогда как 8 лет тому назад было 587 дворов населенных в живущем и убыло черных тяглых дворов из жива в пусто 476 дворов. Лавок занятых было 202, которые платили оброку 32 рубля 15 алтын, а пустых лавок 117. Если правительство для своих целей ставило новые города на западной и южной границах, то на востоке, куда по-прежнему продолжало двигаться народ и население, новые городки являлись сами собою. Мы видели, что богатые Строгановы собственными средствами построили несколько городков. Жители Вятской области, верхнее Слободского городка, выводили сначала починки и деревни, которые садились на лесу. Потом этими деревнями и починками поставили себе городок на Шестакове на заемные деньги, причем выпросили себе у царя льготную грамоту, по которой они могли платить свои долги в продолжении пяти лет в истую уплату, без росту. Слободской наместник не стал бы обращать внимания на эту грамоту. Заимодавцы начали править свои деньги на шестаковцах, и последние обратились к царю с жалобою, в которой, между прочим, писали, которые людишки, должные в шестаковский город, пришли на пусто, и теперь они от своих должников, то есть взаимодавцев, разбежались и пашни свои пометали. Из этого видим, во-первых, какого рода люди населяли новые отдаленные городки, и, во-вторых, чем они занимались. Должники бросились бежать от своих взаимодавцев и пометали свои пашни. Как заводились слободы, видно из следующего известия летописи под 1572 годом. В Новгороде кликали, которые люди кабальные, монастырские и всякие, чей кто-нибудь пусть идут в государскую слободу на холыню. Государь дает по пяти рублей, по человеку, посмотря, а льготы на пять лет. Города не изменяли своего прежнего вида. По-прежнему встречаем известия о мощении улиц деревом. Кучи деревянных зданий, из которых составлялись посады, по-прежнему становились легкую добычу пламени. Мы упоминали о Большом московском пожаре. В Новгороде в 1541 году выгорел весь Словенский конец. Сгорело 908 дворов и 22 человека. В 1554 году сгорело 1500 дворов. Зажгли зажигальщики. Но ко времени Иоанна IV относится начало строгих мер, предписываемых правительством для избежания частых пожаров в городах. В 1560 году царские дьяки велели новгородцам ставить по дворам своим удымниц, бочки и чаны с водою, и чтобы на каждой избе были веники на шестах. В 1571 году по всему Новгороду запрещено было летом избы топить. Новгородцы делали печи в огородах и по дворам, и там пекли хлебы и калачи. В летописях находим известие о печатях для городов именно для Дербта и Новгорода Великого. Велел царь сделать печать в отчину Лифлянскую в город Юрьев, а на печати клеймо «Орел двоеглавый». У орла, у правой ноги герб. Печать Юрьевского бискупа. Около же печати – подпись. Царского величества боярина и наместника Лифлянские земли печать. И тою печатню велел грамоты перемирные с шведским королем печатать и грамоты в иные государства. Государь велел сделать печать новую Великий Новгород, наместником печатать перемирные грамоты с шведским королем, а на ней клеймо «Место», а на месте «Посох», а у места на одной стороне медведь, а на другой рысь. А под местом рыба, а около печати – подпись. Царского величества боярина и наместника печать. Из этих известий ясно видно, что печати эти употреблялись для внешних сношений и, по всем вероятностям, были только в Новгороде и Дербте. Новгородский летописец говорит нам о следующих событиях в своем городе. В 1543 году прислан был из Москвы в Новгород Иван Дмитриевич Кривой, который устроил в Новгороде восемь корчемных дворов. Но через три года корчмы были отставлены. В 1549 году царь порушил в Новгороде ряды и грамоты рядовые собрал в казну. Мы видели, что и сельские жители вместе с городскими при Иоанне IV начали получать откупные грамоты, дававшие им право избирать из своей среды правителей и судей. На 1555 году крестьяне Устюжского уезда получили право выбрать излюбленных старост или судей. Последние должны были людей судить и управу чинить по судебнику и уставной грамоте. Но в разбойных делах волосных людей судят и управу чинят губные старосты.